итак доброе утро доброе доброе утро дорогие друзья всем бонжур бонжур hello good morning шалом ботертов и так значит мы собираемся сейчас изучать что тору тору что бог хотел от еврейского народа значит кому интересно может слушать особенно это касается именно еврейского народа в основном потому что это обязанности которые надо соблюдать все значит я выключаю комментарии в инстаграме и значит мы продолжаем изучать сегодня у нас третья глава третья глава чем мы меделат эстер свиток эстер это история которая происходила 2400 лет назад примерно в государстве которая находилась на месте сегодняшнего ирана ирака это было огромная империя который управлял царь по имени ахаш верош в историю он вошел или к сердце или артак сердце кто-то из них и здесь рассказывается одна из историй такая идет зарисовка которая длилась не день не два 12 лет и она рассказывает свиток эстер что думали участники истории что они все планировали и что из этого получалось и мы знаем внутри что они думали что они говорили что они делали и что из этого получилось и отсюда мы учим законы по которым бог управляет миром и для себя делаем выводы потому что это все таки как архи архитипы можно так назвать да то есть все то же самое осталось без изменения в наше время и происходит можно сказать в каждом доме в каждом доме происходит то что когда-то происходило в доме у царя ахаш вероша значит мы дошли до третьей главы значит содержание первых двух глав был вот этот вот царь который поднялся на престол и захватил власть во всей этой империи 127 государств у него была жена он женился специально на внучке на выходной цара императора на выходной цара чтобы укрепить свою власть и породниться с таким царским домом таким традиционным царским домом и потом был пир 180 дней где он показывал всем руководителям всех 127 стран кто в доме хозяин и вот это вот вашки его жена внучка императора он его позвал чтобы она пришла из женской части она послала ему значит ты кто вообще такое не приду то есть она провела к нему не уважение такое активно его не знал что делать не знал этот момент что делать вот жена его не слушается до причем не слушается публично перед всеми а он царь он реально крутой царь что делать его она не знал что делать и тут у него были советники у любого царя как у любого человека есть И у него был советник по имени Аман, его звали. Раньше у всех людей было по нескольку имен. То есть это до сегодняшнего дня осталось в Индии. Каждый раз, когда меняется человека статус в духовном плане или в статус какой-то его меняется, он берет новое имя или ему дают новое имя. В общем, вот этот вот Аман Мамуханов, главный советник, он не был еще тогда главным. Он был тогда один из советников, но он ему дает хороший совет. Казни вот эту вот вашки. Казни ее, значит, чтобы другим неповадно было. Покажи, кто здесь царь. Возьми и повесь ее. И Ахашвирош вешает ее. Потом он протрезвел, говорит, а теперь что делать? Это же моя жена, я ее любил. Ему этот Аман говорит ему, а теперь давай сделаем конкурс красоты. Наберем самых красивых девушек и выберешь себе новую. Царь говорит, отличный совет, давай. Конкурс красоты. И вторая глава заканчивается тем, что царь женился на девушке по имени Эстер, она же Адаса. Она была усыновленная человеком по имени Мардыхай. Это был еврей из рода царя Шауля, который был до царя Давида. И она была усыновленная девочка, ее родители погибли. Ее забрали во дворец к царю Ахашвирошу. Он в нее влюбился. И он ей на голову одел корону. Говорит, а ты кто? Он ей говорит, из какого ты народа? Она еврейка. Она ничего не говорит. Ей сказал ее дядя Мурдыхай. Ничего не говори. Никто ты ниоткуда. Царь пытается эту историю всю раскачать. И кто, и что. Она не говорит ни кто, она ни что. И мы закончили конец второй главы. Мурдыхай, который был ее... Он ее усыновил, но он тоже не рассказывает, кто она, откуда. То есть, говорит, усыновил. Нашел девочку, нашел. Удочеренная, да, подсказывают мне. Она была удочеренная. Он говорит, нашел неизвестно из какого она народа. Мурдыхая садят во дворце, дают ему какую-то такую должность. И он слышит, как два охранника договариваются убить царя. И он понимает, что они говорят. И он говорит Эстер. Царя хотят убить. Эстер говорит царю. Царь говорит, отлично. Значит, их повесили. И заканчивается вторая глава, что царь Мурдыхая не наградил. Почему? Он забыл. Так получилось. Вот в этот самый момент у него почему-то, что-то у него в голове было, какое-то помутнение. И он забыл. Забыл. Теперь начинается третья глава. Я вначале всю третью главу прочту, переведу, а потом объясню, какой тут смысл. Написано так, третья глава. Царя есть советники. И мы, когда видим личность любого, там, Байден, Трамп, Лукашенко и так далее, мы всегда видим только одного человека, а вокруг него всегда есть его ближний круг, который ему советуют и говорят, что делать. И вот посадил главным советником он этого Амана. И значит, царь приказал вот этому вот Аману, чтобы все кланялись. Мы же живем сейчас в очень такое хорошее время. Нету рабства, нет... Ну, в общем, очень много хорошего есть в наше время. А раньше царь приказал, и все вот, когда шли высшие сановники, все падали вот так на землю и кланялись. Прямо на колени падали такие, оп, и кланялись. Царь приказал перед этим Аманом кланяться. За что? Потому что этот Аман посоветовал ему убить вашки. Потом он ему посоветовал найти девушку. И посоветовал, и он влюбился в эту эстер. И он думал, что Аман для него самый близкий человек. И у него как-то в голове перещелкнуло, что и спас ему жизнь тоже Аман. Так думал царь. Вот этих двух стражников, что это Аман их разоблачил. Значит, все кланялись, все кланялись этому Аману. И сказали, значит, рабы царя, которые в воротах дворца, Мордехайу. А Мордехай, вот этот дядя эстер, который ее удочерил. Он сидел в воротах. И ему говорят остальные все, а ты-то чего не кланяешься? Почему ты не выполняешь приказ царя? В Аеее, и когда они ему говорили, каждый день они ему говорили, почему ты не кланяешься? Все падают ниц, а ты сидишь не кланяешься. Что это такое? Почему ты так делаешь? А Мордехай говорит, потому что я иудей. Потому что я иудей, он говорит. И я кланяться ему не буду. Почему? Потому что евреи, они могут поклоняться только Богу, создателю мира. То есть, это главная основа в Торе. Не будет у тебя других богов. А Аман, он себя сделал, как будто бы он идол. У него был идол на костюме здесь, идол на костюме здесь. Он вообще в древнем мире, когда человек достигал каких-то результатов, он очень, и в современном мире тоже, в современном мире он покупает себе Роллс-Ройс. И ходит такой вот так вот, он ходит с охранниками, с тремя, с такими кружевными, такими. Знаете, как в ушах такие штучки. А раньше все перед ним кланялись. И он себя выставлял, как будто бы он обладает какими-то сверхъестественными способностями. И значит, Мордыхай, он не хотел, это было похоже на идолопоклонство, он не хотел поклониться. Он не хотел ему поклониться, значит, он не кланялся. Хорошо. Значит, он ему не кланялся. И сказали Аману, чтобы посмотреть, когда Аман уже на него обратит внимание, как он себя поведет. Значит, сказали, и увидел Аман теперь, что Мордыхай, он не кланяется. Не кланяется. То есть, он уже прям на него пошел посмотреть, как он себя поведет. А Мордыхай сидит и не кланяется. И что тогда? И тогда Аман был такой гордый, он был на вершине славы, он был начальник Совета Безопасности, он был там самый главный из главных после царя Хашвироша. И написано, что он от такой наглости, он, в его глазах это была наглость. Ему было убить одного Мордыхая, это ему было как бы вообще ни о чем, да. И написано, что для него это было так мелко, убить Мордыхая одного. Сказали ему, из какого он народа. И захотел Аман уничтожить всех евреев. Заходил он уничтожить всех евреев во всем царстве Хашвироша, 127 было там областей, из-за одного человека, которого он вот так вот возненавидел, да, этого Мордыхая, потому что они народ Мордыхая. Значит, седьмой отрывок третьей главы. Баходыш Аришон, это был месяц Ниссан, в первый месяц года, Ходыш Ниссан, да. На 12-й год царствования Хашвироша Аман бросал жеребий. Бросал жеребий, но вначале он бросал, в какой месяц уничтожить народ Израиля. Потом он бросал, в какой день уничтожить. И выпало ему, что месяц Адар, Адар это сейчас начался, вот сегодня начался месяц Адар. Значит, через 12 месяцев, это последний месяц года от Ниссана, значит, выпало ему жеребий, что в месяц Адар, 13-го числа, надо уничтожить евреевский народ. И пошел он тогда, он же был премьер-министр, он не был все равно президент. То есть, был Ахашвирош, у него была неограниченная единоличная власть. И приходит к нему Аман и говорит, ешна ам-эхад. Он ему не говорит, какой народ. Интересно, что комментаторы здесь объясняют, что вот этот вот Аман, он был очень хитрый. Он был хитрый, такой прям вообще ужасно хитрый. Комбинатор такой. И он, значит, решил Ахашвироша тоже обмануть, потому что если бы он сказал, что это евреи, то Ахашвирош бы не разрешил бы их уничтожить. Значит, он приходит к Ахашвирошу и говорит, есть, говорит, один народ, который разбросан между всеми народами. Во всех странах он разбросан. И у них их вера, она отличается от всех остальных вер, которые люди верят. Там эти в одних идолы верят, эти в других, эти там в то верят, эти все верят. У них дат их, они отличаются, этот народ, от всех остальных народах. Вейнено осим. Значит, и приказы царя они не выполняют. И для царя нет никакого смысла их оставлять. И если царю хорошо будет, то пусть царь разрешит их, и не написано уничтожить. Он не сказал, что он хочет их уничтожить. А он сказал, давай их, Леавдам, это как, давай их потеряем. Давай их, ну, чтобы их не стало. Такое слово, не уничтожить, а просто, чтобы их не стало, да. Это напоминает, кстати, историю 30-е годы, Германия, когда они решили вдруг уничтожить евреев. Почему? Непонятно. Детей, стариков, женщин, тех, которых они никогда в жизни не видели. Каких-то деревенских, тех, тех. То есть, вот такая вот у него была идея. И он говорит, давай их потеряем, давай их потеряем. И я, говорит, дам 10 тысяч серебряных монет, я дам, чтобы это было за мои деньги. То есть, как бы, то, как он это сформулировал, было понятно, что он и хочет перевоспитать, как будто бы, перевоспитать. И он говорит, я 10 тысяч дам в сокровищницу царя. Вайсар Амелах Этабато Маледо. И снял тогда царь кольцо со своего пальца. И дал он Аману, сыну Амдаты Аагади. Вот это важно, сейчас я расскажу, почему. Сейчас мы всю главу дочитаем, я расскажу, почему это важно. Дал он это кольцо Цуреру Айудим, тому, кто ненавидел евреев. То есть, он, вот этот вот царь, он дает главное кольцо, это было как, ну, такая главная печать, да. Он говорит, все, на, делай, что хочешь с этим народом. Но не было речи, что царь не знал, что это за народ. То есть, Ахашверош, он, по мнению Малбима, это такой есть комментатор, он не знал, что это за народ. Вот, сказал царь Аману, деньги можешь оставить себе, а с народом делай, как тебе хочется, как хорошо в твоих глазах. И тогда позвал Аман писарей, тогда были писарей. И это был первый месяц, это был месяц Ниссан, 13 числа. И написали они письма, написали они письма и отправили во все, во все страны письма, подписанные печатью царя. Значит, в этих письмах не было написано, что делать. Было написано, подготовьтесь к войне 13 числа, 13 числа месяца Адар, то есть, через год, через 12 месяцев подготовьтесь. В этот день откройте письмо и будет приказ, на кого идем войной, кого убивать. То есть, он во все страны, в службу безопасности написал письмо для того, чтобы 13 числа месяца Адар уничтожить всех евреев. И тут вот ключевая фраза, и имущество их разграбить. Имущество разграбить, потому что, в принципе, весь мир, он так устроен и всегда был так устроен. Что люди, люди стремились всегда к деньгам. Ну, в наше время то же самое, ничего не отличается. Государство, царство, они с друг другом воевали за что? За деньги, за территории и так далее. За что евреев выгоняли, например, из какой-нибудь Франции? За то, что они снабжали деньгами. Были всегда в еврейском народе такая прослойка людей, как Мордыхая. То есть, это были мудрецы, которые знали, как работает мир. И когда человек знает, как работает мир, он также знает, как в этом мире зарабатывать деньги. Например, Ротшильды. Семья Ротшильдов, я в одной из книг писал их историю, биографию. У них была очень интересная история. Они были официально, Ротшильды, они были банкирами всех тогда царей Европы. Да, почему они, как они стали банкирами всех царей Европы? Это очень интересная история. Наверное, сейчас я ее расскажу. Значит, первый Ротшильд, первый Ротшильд, он был антикваркой. А, начиналась история с того, что мэр Ротшильд, он работал помощником раввинов в синагодии. Простой парень, верующий. Что такое вообще верующий еврей? То есть, ты учишь Тору и работаешь. И семья. Вот три вещи. Тора, работа, семья. Тора, работа, семья. Молишься, воспитываешь детей, учишь Тору. Все, вот это вот то, как живут религиозные евреи. Вот он был, мэр Ротшильд, как раз он был такой простой еврей. И, значит, в какой-то момент он женился и уехал в другой город. Уехал он в другой город, и его раввин, который был этот раввин, он его благословил. Говорит, все, ты хороший человек, все, чтобы у тебя было счастье в семейной жизни. А у этого раввина были дочки. И принято, когда дочку ты выдаешь замуж, то родители девочки дают, они содержат семью первое время, чтобы пока семья друг к другу притрется, чтобы муж все время изучал Тору, занимался домом, семьей. И родители девочки, они содержат семью. Так было принято в древности, и сейчас так во многих местах принято до сих пор. И вот этот вот раввин собирал для своей дочки приданное. Теперь, значит, собирал он для дочки приданное. И когда мэр Ротшильд, это первый Ротшильд, он уехал, женился в другой город, начали искать, где деньги, денег нет, пропали. Значит, жена этого раввина говорит, послушай, я знаю, как ты к нему относишься, твой ученик, ты веришь ему, доверяешь и все, но деньги-то пропали, это факт. Поедь к нему и скажи, чтобы он вернул деньги, если он взял. Посмотри на него, ты человек проницательный, все-таки раввин, ты увидишь, воровал он или не воровал. Раввин ехать не хотел, но жена сказала, надо ехать, он поехал. Приезжает он, значит, к мэру Ротшильду и говорит, ты знаешь, вот такая ситуация, я тебе доверяю, но жена мне сказала, я, в общем, пропали деньги, пропали деньги приданной дочери. Я, конечно, думаю, что это не ты, но должен тебя спросить, это ты или не ты. И тут мэр Ротшильд ему говорит, вы знаете, говорит, это я, это я, это я забрал эти деньги и говорит, какая там точная сумма была, я не помню, тут ему называют сумму. Он говорит, вы знаете, у меня сейчас есть только половина осталась от этой суммы и вторую половину я вам в течение ближайших месяцев отдам. Он выносит ему деньги, Раввин вообще говорит, ну вот, говорит, сколько живу, столько я понимаю. Написано в Перте, вот в Торе написано, что в Усной Торе, что не доверяй даже себе до дня своей смерти. То есть ты не можешь знать, когда тебя накроют и тем более ты не можешь знать, что с другим человеком будет все нормально. То есть каждый человек у него есть внутри то, что называется злое начало, и ты не можешь прям, даже себе ты не можешь доверять, что ты где-то не оступишься. Раввин говорит, ну, я вот честно не ожидал, взял эти деньги и приезжаю домой, жене говорит, да, ты знаешь, ты права, все-таки, ты такая проницательная, вот деньги. Половина осталась, половину он вернет. Проходит еще несколько недель, и к ним домой приходит полиция и говорит, вы знаете, мы нашли одного человека, значит, он напился, рассчитался крупной золотой монетой. В этом трактире трактирщик его спросил, откуда деньги, он рассказал, что его жена работала в одном доме, убирала там, и она украла эти деньги. По пьяни рассказал. Мы его арестовали, вот деньги, вот вам возвращаем. Оказывается, служанка, которая работала в этом доме, она украла деньги. Тогда Раввин поехал обратно к Ротшильду и говорит, слушай, говорит, откуда, зачем ты взял на себя эту вину, ты же не крал, зачем ты это сделал. Он говорит, я знаю ваше положение, я знаю ваших дочек, я знаю, что без этих денег она бы замуж не вышла никогда в жизни. Так я хотел вам помочь, а если бы я просто вам дал деньги, вы бы их не взяли. Раввин тогда говорит, все говорит, я тебя благословляю, чтобы до конца твоих дней, тебя, твоей семьи, твоих детей, твоих внуков, твоего потомства, чтобы от вас богатство никогда не отходило. Ты святой человек, чтобы Бог вам все вернул. И пошла, тогда пошло ему везти. Он, дальше была интересная история, это есть в, я в книжке в одной приводил, но я это нашел все в интернете, в книгах и так далее. Есть в книге, кстати, Рававадия Юсеф эту историю писала. И значит, Ротшильд дальше, он стал бантиром одного из, Ротшильд это красный щит, он стал поставщиком одного из там, тогда были княжества в Германии, одного из князей. И дальше, когда Наполеон, он нападал на этих, он захватывал всю Европу, кстати, вот знаете, когда мы говорим там, люди, грабеж, ограбили, не ограбили, имущество разграбить. Наполеон, казалось бы, да, Наполеон вообще прям и коньяк назвали, и торт назвали. А Наполеон-то кто он был? Грабитель, конкретный грабитель, который со своей французской армией, такие вот французы с ружьями, с саблями, с пушками, шел вот так вот как утюгом, утюжил, все сносил, все забирал, грабил и убивал. Все, это был Наполеон, просвещенный Наполеон совсем недавно. И вот, когда Наполеон захватывал как раз Германию, он захватывает это княжество, а уже тогда Ротшильд, он был как банкир вот этого вот князя. И этот князь, когда он убегал, он привез там несколько мешков с золотом, привез Ротшильду и спрятал у него. Когда французы пришли, все поразузнали, и, значит, приходят они к Ротшильду и говорят, знаешь что, нам все известно, деньги князя у тебя, давай, давай деньги. Ну, Ротшильд видит, что его или расстреляют сейчас, или надо вернуть деньги. Он возвращает деньги, эти мешки с золотом, говорит, вот деньги. Те забирают, оставляют его в покое, а он своим сыновьям говорит, вы знаете, говорит, я отдал деньги не князя, я отдал деньги наши. Потому что, так я считаю правильным, значит, и, ну, будем дальше работать. В общем, они работают, 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 опять разбогатели, есть благословения, все хорошо. Потом Наполеон, как известно, проиграл. Наполеона, значит, другие, такие же, как Наполеон, победили. И, значит, что возвращается этот князь. А уже Ротшильд к тому времени, мэр Ротшильд, он умер к тому времени. Но он, есть прямо законы семьи Ротшильд, это один из законов, полная, стопроцентная честность в деньгах, в делах и так далее. Без этого невозможно долгое время быть в мире бизнеса на лидирующих позициях. Значит, сыновья его приходят к князю и приносят эти деньги. Тот говорит, что за деньги, я же знаю, что французы забрали эти деньги. Сыновья говорят, нет, папа отдал наши собственные деньги, а ваши деньги сохраним, вот они. Тогда этот князь говорит, вот вы знаете, говорит, я таких честных людей не видел никогда. Я, говорит, вам, конечно, буду и дальше доверять, вы мои банкиры, как были, так и есть. Но это была семья Габсбурди, они все были родственники по Европе. И он по всем своим царским родственникам сказал, говорит, этим людям можно доверять. И так они открыли банкирские дома во Франции, в Англии, в Голландии, в Германии и так далее. И так семья Ротшильд, она стала семьей, которая банкирская семья с тех пор. Теперь, значит, когда евреям не хотели отдавать деньги, тогда их обвиняли в том, это самый простой способ. Я недавно читал, как в Иране был погром в 1920 году. Ну, то есть, должны деньги, они работают и так далее, и так далее. Теперь тот, кто деньги не хочет отдавать, что можно сделать? Обвинить. Ребенка украли, кровь выпили, там, неважно что. Все, идем, значит, грабить? Идем. Собирается толпа, идут грабить, все. Вот эта вот схема всех погромов, всех гонений еврейского народа была очень простая. Ограбить, все забрать, а уже в чем обвинить, мы придумаем. В чем обвинить, мы придумаем, это как хулиганы, знаешь. Когда хулиганы останавливают одного, идет такой человек по улице, да, ну, просто человек идет. Ну, темный переулок и район бандитский. И к нему подходит такая толпа хулиганов, и говорят, закурить не найдется. Он говорит, я все понял. Снимает часы, отдает им бумажник. Говорит, господи, когда вы уже накуритесь? Ну, когда вы уже накуритесь, он говорит. Так же всегда было на протяжении истории еврейского народа. То есть, ни работать, ни зарабатывать нельзя. Работаешь, зарабатываешь, ограбят, заберут, во всем обвинят. Вот откуда все это началось в Медилат-Эстер. Но теперь давайте глянем чуть глубже, чуть глубже. Задают вопрос в Талмуде. Талмуд смотрит на всю эту историю с другой стороны. Талмуд смотрит глубже, задает вопрос. Ученики задали вопрос Рабишиман Бар-Юхай. Был такой Рабишиман Бар-Юхай, который написал книгу Зогар. Это его как учение. И, значит, очень тихо задают ему вопрос. За что на еврействе народ было постановление на уничтожение? Ведь все равно же, хотя в Медилат-Эстер не упоминается имя Всевышнего ни одного раза. Но ведь Бог-то управляет миром. То есть, это нам специально показана вся эта история. Чтобы показать, как Бог, который, он, он находится за кулисами. Весь мир, это как маска. Его маска, это его проявление. Так как же Бог, который еврейский народ любит, дал Тору. Как Бог допустил это? Мало того, допустил это. Получается, Бог же все это и организовал. И задает вопрос ученики Рабишиман Бар-Юха. За что еврейский народ того поколения было вот это постановление уничтожения? Значит, он им отвечает за то, что мудрецы, ну, самые главные люди народа, они пошли на пир Кахашвирошу. То есть, начинается все, как вы помните, что был 180 дней пир, и они пошли на этот пир. Тогда ученики ему говорят, ну, это непонятно. Ну, да, руководители народа, в принципе, всегда народ отвечает за руководителя. Вот если мы посмотрим на любую страну, и мы посмотрим на, почему в одной стране лучше, в другой хуже, почему в одной стране богаче, в другой беднее руководители. То есть, был в Сингапуре один человек, который 40 лет, из самой бедной вот этой страны азиатской, такая была вообще Сингапур, просто, ну, вот вообще ничто такая, да? Он за 40 лет сделал одну из самых богатых стран в мире. Один человек это сделал. Теперь мы видим, что приходит какой-нибудь крутой правитель, такой настоящий, и он делает страну богатой. Приходит какой-нибудь грабитель, он делает страну бедной. То есть, все зависит от правителей. Но Раби Шиман Барвиха, он ему говорит, нет, говорит, не поэтому. То есть, народ, вот эти руководители, да, но за что все евреи, 127 стран, все евреи, дети, старики, женщины, за что их? Тогда дает он второй ответ. Он говорит, смотрите, давайте вернемся назад. 70 лет до этих событий. 70 лет до этих событий на вухадный царь, царь Вавилона, разрушил первый Иерусалимский храм. За что? За что он разрушил первый храм? Причина, о которой говорили пророки, что храм был разрушен за три преступления. Первое, это убийство, убивали друг друга. Второе, это идолопоклонство, служили идолам. И третье, это разврат, занимались развратом. То есть, они находясь как бы во дворце у царя царей, у бога. То есть, Израиль, Иерусалим, это такая святая, дом бога. И получается, они делали самые страшные вещи. Тогда бог говорит, надо на исправление. Как знаете, когда наказывают ребенка, то его иногда он плачет, его иногда ставят в угол, наказывают. Но если его не наказать, как он исправится? Значит, отправляют их в изгнание. Но вот этот на выходный царь, который разрушил храм, он поставил своего идола. И когда все, кого он побеждал, побежденные народы, он их там проводил по этой дороге. Евреи шли как раз в Вавилон из Израиля. Он всех заставлял поклоняться идолу. То есть, все должны были поклониться идолу. Как везде в Советском Союзе стояли памятники Ленину. Знаешь, всех выводили с детского возраста. Будь готов, всегда готов. Будь готов, всегда готов. И, а там все кланились, кланились все на выходный цару, этому идолу. И, значит, говорит Рабишиман Барюхай, и евреи поклонились, поклонились идолу. Все, было три пророка, которые не поклонились, Хагай, Захария и Малахи. Их бросил на выходный цар в огонь. И они не сгорели. Так они поклонились идолам. То есть, они отказались, можно сказать, от Бога. Теперь, тогда ученики говорят, Рабишиман Барюхай. Секундочку. Но если они сделали такое преступление, так почему же тогда в итоге, те, кто не знают, в конце Меделат-Эстер, именно в этот день, 13-го Адара, все перевернулось. И вместо того, чтобы уничтожить всех евреев, евреи уничтожили, наоборот, всех, кто хотел их уничтожить. То есть, все перевернулось. И Амана, который уже был прямо на одном сантиметре от того, чтобы повесить Мордыха, Амана повесили. То есть, это то, что случилось и с фашистами, которые сделали там тысячелетний рейх и так далее. С 33-го года по 45-й и всех уничтожили. И главного, который отвечал за уничтожение еврейского народа, его как раз потом он убежал, скрылся там, как крыса, прятался. Его израильский Моссад поймал, привез в Израиль, судили и повесили. Так, теперь смотрите, что получается. Говорит Рабишиман Барюха. Они поклонились идолам за 70 лет до этого. То есть, получается, что есть же не эти поклонились, которым сейчас было уничтожение, а их, получается, отцы, там, деды и так далее. Но только сейчас дошло вот это вот колесо возврата того, что было раньше. 70 лет прошло. Значит, ученики спрашивают, так почему же тогда их не уничтожили, если они идолам поклонились? А Рабишиман им отвечает. Так на небе же все считается до, как сказать, до миллиметрика, да? Все очень точно. Они поклонились внешне, а в сердце не поклонились. Они поклонились не по-настоящему. Они поклонились, ну, там, на выходный царь, ну, сказал, то есть, ну, это было, знаете, как, я помню, меня в пионеры принимали, но я не верил в пионерскую организацию, честно скажу. То есть, у меня галстук был, но я в пионеров не верил. Теперь они поклонились, но не по-настоящему. И Всевышний, он тоже их наказал, то есть, год они жили под страхом смерти. Они думали, что сейчас их через год уничтожат, но в итоге, в итоге все повернулось в другую сторону. Но они осознали. Праздник Пурим, это когда они приняли на себя власть Бога, когда они все раскаялись. Это называется лякзор бутшува. Человек в этом мире, он все время гонится за деньгами, за славой, за удовольствиями и так далее. Но когда смерть близка, то в этот момент большинство, может быть все, я не знаю, но я думаю, что большинство людей становятся религиозными. Они начинают просить Бога, я буду хорошим, я буду хорошим, только вот, только оставь жизнь, я исправлюсь. Я уже не буду гнаться за лишними какими-то удовольствиями, лишними какими-то... Оставь меня, буду делать добрые дела, тебе служить, молиться, буду благодарить за каждый вдох. За каждый вдох буду благодарить. Так обычно человек перед смертью думает, а потом, когда все становится нормально, не все выполняют свои обещания, но многие выполняют. Поэтому, давайте на этом подведем итог третьей главы. Третья глава заканчивается тем, что Аман бросал жеребий, поэтому праздник называется Пурим. Пурим это жеребий, да, он бросал жеребий, выпал жеребий на месяц Адар. Как раз начался сейчас месяц Адар, и Адар этот месяц, он же Аман, он знал, раньше все были такие мади, колдуны и так далее. Он знал, что в этот месяц Маше Рабейну, Моисей, родился седьмого Адара и умер седьмого Адара. Но он знал, что Маше Рабейну умер седьмого Адара, но он не знал, что он родился седьмого Адара. И он поэтому этот месяц думал, что это месяц плохой для евреев, но все, что плохое, оно может в один момент перевернуться в хорошее. И все, что хорошее, оно может в один момент перевернуться в плохое. То есть человек в этом мире, мы живем в очень неустойчивом мире, где все зависит от Всевышнего. Поэтому, с Божьей помощью, чтобы мы выполняли волю Всевышнего, и Всевышний нам давал хорошую, благополучную жизнь, чтобы не приходилось нас пробуждать какими-то страданиями, какими-то наказаниями, а чтобы мы от всего сердца просто благодарили Всевышнего за каждый вдох, за каждое, за каждое вообще мгновение нашей жизни. Сергей Розудовский, шалом-шалом. Все, удачи, удачи. Меня Сергей Розудовский спрашивает, говорил ли я, будь готов, всегда готов. Наверное, в начале, в детстве говорил, но меня в четвертом классе исключили из пионера, да. То есть я могу сказать, что по сегодняшним делам у меня очень хорошая биография. Все, всем пока. Пока, удачи. Продолжение следует...